Девушки отдыхают И нам действительно было приятно Потому первая часть информации вас ждет в конце выпуска Мы расскажем вам, почему лучшие реплеи недели закрываются И что будет вместо них Ну а пока разогрев и вы угадали Артиллерия в бою Редшир Бизон из-за своего совзводного товарища попадает в очень высокоуровневый для себя бой Начало складывается не особо удачно И уже через несколько минут к маленькому бизонщику приезжает большой и злой Лоррейн Француз сходу стреляет в САУ и мажет Стреляет второй раз почти в упор и снова мимо Вместо того, чтобы просто заторанить Бизона Лоррейн решает объехать его Остановиться Выстрелить в третий раз и опять промахнуться Тут же в Лоррейн прилетает фугас от С-51 И Бизон добивает француза Хотя и сам погибает Вот до чего доводит жадность Следующий бой и снова одним из действующих лиц в нем будет Арт Сау Руинберг Наш герой на Паттоне коровлит своего брата-близнеца на нулевой линии Не давая тому проехать карте Вдруг откуда ни возьмись, в тыл Паттону приезжает вражеский М-40 Кажется, у нашего товарища большие проблемы Но смотрите внимательно Паттон разворачивается и пытается увернуться М-40 стреляет в него, но снаряд попадает точно в каменный столб забора Иногда от арты не спасают огромные камни и большие дома А здесь Паттона спас всего лишь маленький столбик Столбы вообще вещь хорошая Столбом можно врага убить Столб может жизнь спасти Танкисты, выбирайте для игры столбы Будьте полезны команде Снайпером на этой неделе выступает игрок с ником Булатик На Сау Объект 261 В начале боя на Химмельсдорфе вражеский АМХ 1375 предпринимает рывок по железной дороге 261 замечает это и пересводится в его сторону Но АМХ удачно прячется за двумя рядами вагонов И так просто его не достать Только это совершенно не мешает нашему герою свестись Подождать удобного момента и выстрелить Да причем так выстрелить, что снаряд прошел в узкую щель между двух вагонов А потом еще под цистерной угодив точно в ЛТ Отлично просчитанный точный выстрел Поздравляем игрока Булатик Награждаем его званием снайпера недели Двумя тысячами золотых монет И двигаемся дальше Защитником в этом выпуске у нас стала артиллерия Не так давно появившаяся в игре Лорейн 155-51 И воюет на ней игрок с ником Блудный Тунгус Да уж, Жменя Семечек оказывается еще не самый странный ник Начало боя проходит по довольно стандартному шаблону Танки едут в город и умирают Арта стоит на позициях и стреляет Наш герой делает пару фрагов, но перевес красной команды уже ощутимый К тому же начинается захват базы Лорейн решает действовать нестандартно И приезжает к вражескому респауну Он отстреливается по их позициям и убивает ГВ Пантеру Но база снова начинает захватываться Лора опять стреляет на угар Но в этот раз удача не на ее стороне Совзводный на ГВ Тигре решает помочь И подсвечивает Т-34 врага Позиция у Лорейна не совсем удобная, чтобы отстреляться И ГВ Тигр погибает, так и не убив американца Но переехав, наш герой посылает снаряд в то место Где стоял Т-34 и забирает его Через какое-то время в очередной раз начинается захват базы В этот раз в кругу ИС-4 Лорейн верно угадывает позицию ТТ Посылает снаряд между подбитыми танками И снова планка захвата опускается до нуля Следующий выстрел в ту же позицию, но в этот раз мимо Лорейн делает еще несколько выстрелов в круг базы, но безрезультатно Тут к нашему товарищу подъезжает Объект-212 Объект-212 стреляет на ходу, но мажет А Лорейн без особого труда отправляет в ангар сау противника Правда, пока наш герой бодался с Объект-212, планка захвата добралась уже до 70% И ничего не остается, кроме как поехать и заптешить оставшуюся четверку Вот Лорейн подъезжает к базе и стреляет, но не убивает его Лора стреляет в ответ, но тоже мимо Остается только таран и захват на 95% сбивается А вместе с ним и заканчиваются танки у обеих команд Ничья, зато какая Поздравляем игрока с ником Блудный Тунгус Вручаем ему звание Защитника Недели А также 2000 золотых монет Стальной стеной на этой неделе становится игрок с ником Пузаза-1 на танке КВ-4 Карта Аэродром В середине боя КВ-4, потеряв почти 90% прочности, встречается с вражеским М-103 По всем законам жанра у КВ абсолютно никаких шансов, но давайте лучше посмотрим Вот М-103 выезжает, стреляет и рикошет Вторая попытка М-103 выкатывается вновь, стреляет сходу, но снаряд уходит в гусеницу И КВ-4 не теряет прочности, а лишь остается без сапог Американец заходит в тыл КВ, теперь-то он уж точно не жилец Но КВ немного доворачивает корпус и снаряд М-103 снова уходит в гусеницу Не причиняя никакого урона советскому тяжу А вот ХП самого М-103 тем временем стремительно уменьшается Вот уже четвертый выстрел от американца и в этот раз снаряд рикошетит от командирской башенки Просто какой-то заколдованный КВ Поздравляем игрока Пузаза-1 и его волшебный КВ-4 Награждаем его званием Стальная Стена Дарим 2000 золотых монет на новые заклинания прочности И двигаемся дальше Поддержкой недели в этом выпуске у нас выступает маленький, но очень кусачий Чаффи Игрока с ником в кустах Блудному Тунгусу определенно стоит познакомиться с этим игроком Вместе у них будет потрясающий взвод Блудный Тунгус в кустах В начале боя наш Чаффик дает по центру засвет нескольких вражеских танков Получает плюшку и несколько минут просто катается по карте Через какое-то время он решается на прорыв к вражеской базе В попытках отыскать и покарать арту Первой в прицел попадает ГВ Тайп Е Но Чаффи решает оставить ее и двигает дальше Где успешно находит трех оставшихся САУ Вся арта врага разряжается в ЛТ, но ни одна не попадает даже близко А наш Чаффи начинает постепенно разбирать Объект 261 Вот у него остается уже меньше 50 прочности И первая союзная САУ отжимает себе фраг Чаффи недолго думая переключается на Объект 212 Оставляет тому 7 прочности, но и этот фраг не достается Светляку Остается один Лоррейн, он-то уж точно достанется Чаффику ЛТ начинает снаряд за снарядом посылать во рту У нее остается 11% прочности Последний выстрел, но Чаффи мажет И Лоррейн моментально уходит в копилку союзной арте Грустный Чаффи Но наш герой не отчаивается и едет в город искать счастье То есть фраги И надо сказать, успешно находит большой, сочный фраг в виде АФКшного Т-34 Чаффи начинает активно настреливать Т-34 и ХП американца стремительно уменьшается Но как только у него остается 4 прочности, а у Чаффи дозаряжается последний снаряд для его уничтожения Американца забирает стоящее рядом Т-54 Что ж, восстановим справедливость и наградим игрока в кустах званием Поддержка недели и двумя тысячами золотых монет На этой неделе лучший реплей в передаче будет от лица двух взводных игроков Оба они на танках Батшат и Лион 25Т Перевал В начале боя взвод Батшатов решает сразу ехать через мост и уже на той стороне встречать врага Первым под два скорострельных ствола попадает Т-25-2, который погибает буквально за несколько секунд Оставшиеся снаряды Барабана оба Батшата разряжают в Т-34 Оставляя тому 12 прочностей и откатываются назад для перезарядки Зарядив свои орудия, они выезжают добивать Т-34 Но обнаруживают там также МХ-13-90 и Т-44, пришедших на помощь американцу Добив одним снарядом Т-34, Батшаты по фокусу огня моментально уничтожают французский ЛТ А за ним и Т-44 Далее взвод решает разделиться Игрок с ником Форева возвращается к мосту и замечает три вражеских танка, которые отлично встали кормой под его ствол Зарядив барабан, он успешно отправляет трех богатырей в ангар, потратив на каждого ровно по два снаряда А тем временем совзводный игрок с ником Макиенко успешно расправляется с еще одной Т-44 Разобравшись с врагами на воде, взвод решает возвращаться на базу для ее защиты Потому как по леднику идут почти все оставшиеся силы врага Заняв оборонительную позицию, они встречают сразу три танка врага Первым погибает Е-50 За ним Як-Пантера После выезжает еще один Е-50, но он явно поспешил и быстро отправился в ангар А перезарядив барабаны, друзья убивают еще и Т-43 Правда, прочности у обоих Батшатов остается не так уж и много Через какое-то время приезжает ИС-7 Он замечает только один из Батшатов и отвлекается на него А второй в это время выезжает со стороны ледника, что становится полной неожиданностью для ИСа СТ начинает каруселить тяжа и с помощью союзника успешно сливает семерку Далее взвод двигается через ледник, искать оставшуюся арту При этом обратите внимание, все фраги команды сделаны исключительно этим взводом Добравшись до базы, Форевер обнаруживает объект 212 И тут же в него отстреливается ГВ Пантера Но лишь накрывает и снимает всего 200 единиц прочности Союзник быстро расправляется с ГВП А Форевер, открыленный чувством победы, выезжает на 212 За что и получает смертельный фугас Но все равно у арты не остается шансов на спасение И совзводный Батшат успешно уничтожает последнего врага Записывая в актив взвода 15-й фраг Перед нами великолепная взводная игра Позволившая вытянуть уже, кажется, безнадежно слитый бой Поздравляем игроков с ником Форевер и Макиенко Награждаемых почетным званием лучших игроков этой недели А также призом в 3000 золотых монет обоим игрокам Ну а теперь, как и было обещано, первая информация о будущем ЛРН Итак, после второго сезона передача закрывается Буквально перестает существовать Но вместо этого у нас выходят три новых передачи Которые тоже будут основываться на присланных вами реплеях Почему мы решили закрыть эту передачу? Все просто. Лучший реплей недели — это слишком широкое название Когда мы его придумывали, то еще толком не знали, каким будет этот цикл Тогда функция записи реплеев только появилась И сами реплеи были в диковинку Мы не могли и подумать, что нам будут присылать по 10 тысяч реплеев в месяц По сути, большинство записей боев, что мы показываем, это не лучшие реплеи Это просто смешные, забавные и необычные ситуации Помните передачу «Сам себе режиссер»? Там побеждал тот, кто смог заснять какой-то супер необычный момент в жизни Вот ЛРН как раз такой сам себе режиссер Мы показываем редкие и интересные случаи, но никак не лучшие реплеи Потому первая наша передача, которая пока что имеет рабочее название ВБР И будет отвечать за показ супер крутых выстрелов, неповторимых случаев и развеселых моментов Туда будет попадать все, что случается благодаря удаче и все, что действительно забавно ВБР ведь он и есть ВБР Но иногда он уж очень забавный И такому типу передачи правильное название Плюс мы упростим возможность тем, кто действительно затащил бой Кто принял ряд правильных, очень верных решений Попасть в передачу Теперь настоящие тащины, которые без везения, а лишь благодаря блестящей игре смогли выиграть бой Или просто выйти из трудной ситуации Теперь все они будут попадать в другую передачу И теперь им будет сделать это проще У них не будет такого конкурента, как развеселые моменты И эта передача будет называться... Нет, ее название и суть я вам не раскрою Пока что Давайте вновь поиграем С лайками мы уже попробовали Все чудесно Теперь проверим, смогут ли наши зрители устроить массовую подписку на канал Если к следующему выпуску лучших реплеев недели число подписчиков нашего канала перевалит за 100 тысяч Мы не только расскажем про вторую передачу Но еще и поговорим про третью Да, всего их будет три Так что подписывайтесь А на этом у меня все С вами был Кирилл Орешкин Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok